Одеваем перчаточки, потому что сейчас мы будем показывать вам документы очень-очень старые. В белых перчатках и с приглушенным светом только при таких условиях доставать с полки бумаги 300-летней давности безопасно. В областном госархиве насчитывается несколько тысяч документов, которым перевалило за 200 лет. Одни из самых древних и важных датированы 1736 годом. Это вообще бесценное сокровище и архива, и вообще истории Южного Урала. Это указы Иссетской провинциальной канцелярии в Мяскую крепость. Целая папка расскажет своему читателю о том, как строилась Чулябинская крепость и как жили первые ее жители. Провестники этих бумаг – метрические книги. Их вели священники. В них записаны все родившиеся жители. Вот здесь метрические книги у нас. Это середина 19 века. О рождении и крещеных. О том, что в Картамышской слободе крестьянин Дмитрий Иванов и жена его Анна Михайловна православная. У них родился сын Федор. Такие сведения пользуются спросом у южноуральцев. Благодаря им многие сегодня воссоздают свою родословную. Правда, посетителям дадут заглянуть лишь в электронный вариант документа. Иначе старинные экземпляры просто не выдержат. У древних бумаг две беды – время и грибы. Последние могут за несколько лет превратить документ в камень. Статистические данные 80-х годов, свидетельства на право торговли купцов 18 века и карта 100-летней давности. Все эти документы больны. Диагноз – грибковое поражение. Их отселили в специальный изолятор. Следующая стадия – реабилитация. Каждый листочек пройдет лечение. В архиве изолятора ежедневно новый клиент. Вот эти документы 1791 года также не устояли от ядовитого грибка. Сейчас мы этот документ будем обрабатывать раствором биоцида метатин. Метатин является в переводе, ну как бы сказать, уничтожением всего живого. Поскольку грибы – плесень, это живые организмы. Специалисту придется обработать каждый лист, а после – высушить. И только тогда документ вновь отправят в стерильное помещение архива. Полина Кирсанова, Антон Захаревич. Наше утро.